здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ее ведущие геннадий прумер и эдуард прумер 20 лет назад президент борис ельцин сделал свой выбор который и определил будущее россии этим человеком стал мало кому на тот период известный владимир путин в этом году россия отмечает 20-летие президентства владимира путина мы сейчас поговорим сначала с генной по поводу и то что думает он я выскажу свое мнение а потом мы послушаем ваши значит послушаем вас ваше мнение плюсы минусы и вообще ваше отношение к этому двадцатилетию может быть даже лично к владимиру путину просьба не оказывается выходить за рамки приличия поэтому как говорится мы начинаем да пожалуйста называйте себя из какого города вы звоните нам всегда это интересно до телефон 847 четыре два нуля пять два два нуля и так 20 лет 20 лет правления владимира путина норд-ост курск беслан война с грузией с украиной кража полуострова крым это вот то этапы большого доказывается этапа большого пути плюс олимпиада в сочи проводимая в россии где российские спортсмены выступили благодаря допингу очень и очень удачно хорошо проведенный действительно хорошо проведенный об этом все играть чемпионат мира по футболу за последнее время гибель подлодки лошарик и гибель высшего цвета можно так сказать да военно-морского военно-морского офицерства до офицерства взрыв еще до конца непонятно что произошло там в архангельской области где погибло несколько ученых и военных и военных пока укрывается российская правительство скрывает то что там происходит но уже начинает потихоньку информация распространяться разгон за последние два месяца разгон в москве жесточайший разгон демонстрации которая выступала в поддержку не зарегистрированных депутатов мосгордуму все это как говорится я много чего не назвал это достижение владимира путина на посту президента россии плюс конечно же последнее время обнищание россиян и повышение пенсионного возраста ген давай будем будем стараться по возможности не оказывается не выдавая своих эмоций да а мы поговорим об этом человеке и у об этом двадцатилетии на твой на на твое мнение как ты считаешь значит я сразу приведу два мнения двух очень интересных людей это ирина хакомада которая в одном из интервью о путине сказала так он пришел как истинный демократ мне он нравился она говорит я одобряла выбор бориса ельцина хотя мне не очень нравилось его кгбшное прошлое и второе мнение это политолога глеба павловского которого абсолютно недавно спросили на эхо москвы а тот ли это путин который пришел к власти и павловский который создал путина надо понимать это не про не 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 сторонний человек который сказал того путина больше нет он умер сегодня страной управляет совершенно другой человек вот это два мнения очень весомых достаточно характерных для россии людей а чтобы я еще сказал а значит пару цифр выражаясь аграрным языком мне кажется что путин пришел на непаханное поле а уходить будет с выжженной земли значит пару цифр когда путин только стал президентом 20 лет назад значит его мы скажем так быстро а здравоохранение в 2000 году больниц 100 с 2000 года по сегодняшний день больниц в россии стало в два раза меньше то есть на 147 семьи миллионное население больниц стало в два раза меньше при этом количество больничных коек на 28 процентов меньше образование значит путинское правление привело и к улучшению образования с 2000 на 37 процентов в россии стало меньше школ вот вы представьте страну да где 1 37 процентов школ снова меньше строится их стало меньше вот а это то что важно жкх но вот я бы вам хотел привести такой вот пример значит по данным расстата с 2000 года чиновничество это очень важно было в среднем где-то 500 тысяч это чиновничество на всю россию сегодня по данным расстата это ровно в два раза больше а по неподтвержденным данным это в пять шесть раз больше потому что роста от не учитывает депутатов и помощников депутатов и вот это вот все вот это все что это да какой бы ты поставил оценку владимир путину за вот эти 20 сразу скажу я был поклонником владимира путина до 2008 года и в принципе со многим соглашался что он делает но сейчас я отрицательно конкретно отрицательно отношусь к его деятельности потому что страну он двинул не вперед а наоборот отбросил ее назад вот две минуты мы еще займем этих значит смотри давайте вот вспомним кто-нибудь пускай вот будут звонить нам и называть что сегодня в россии прогрессивного какие режиссеры актеры музыканты особенно научные работник кого вы сегодня знаете кто бы россию как бы представлял вот я например знаю советский союз представлял ван дау да или королев или актер ульянов или музыкант большой театр будем называть дома его да 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 или в большом театре работал григорович в композитор и были знаменитые тихон хренников можно еще назвать вот вы можете шостакович да вы можете назвать сегодня кого-то кто бы вот как раз все вот это вот мог бы оправдать мы будем думать и до прием звонки потом по ходу будем говорить мы вас слушаем говорите добрый день здравствуйте за счет того что сейчас стало и очень известно и продвинул россии вперед так это черт церква религия это они и вместе с путиным они продвигают россию то есть они тянут ее назад царским временам и потом что школ стало меньше так и людей стало меньше посмотрите сколько из бывшего советского союза и самой россии выехала молодых людей которые рожают здесь или привозят детей малолетнем возрасте так что вы хотите им школы нужны образование же учителям платить надо откуда же не будут им платить если они же не себя обидят а и карманы хорошо как вы оцениваете как вы оцениваете президентство путина плюс минус президентство путина абсолютно минус 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 который не туда попал это вообще не кресло не для путина это кресло должно было быть для умного человека хорошего экономиста и политика а он не то не другое не третье но он хитрый вот что да то да он хитрый спасибо 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 мы вас слушаем добрый день пожалуйста здравствуйте вы вот сказали что бы все времена был ландау был шостакович был иофы ну и так далее большой список был железный занавес поэтому они все были там открой тогда железный занавес либо оттуда убежали поэтому в этом смысле вы как бы некорректно выразили спасибо 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 хорошо это тоже мнение мы вас слушаем пожалуйста нету никого а значит смотри ген у меня есть вопрос да 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 я хотел раньше задать на хотел прервать потому что это большая разница ты сказал что в россии стал на тридцать семь процентов стало меньше школ да а потом ты добавил строится но стало меньше строится или стало меньше школ и строится и меньше то есть они просто уменьшить больше чем на 3 я хочу кстати напомнить по поводу того что мы сейчас говорим в россии существует культ личности путина это уже не для кого не секрет до выступает спикер российского парламента болотин говорит есть путин есть россия нету путина нету россии на концерте посвященная дню полиции милиции выступает девочка и говорит замечательную фразу я русский бы выучил только за то что им разговаривал путин вот я уже молчу про корону хазанова который он пытался вручить владимиру путину и про тот панигирик который к сожалению для меня написал замечательный актер александр калягин я уже не говорю про никиту михалкова про вот эту творческую элиту так называемую которая постоянно за исключением некоторых людей постоянно поет асану самому великому выдающемуся деятелю россии это мне чем-то напоминает семейство кимов в северной значит корее где значит все это передается вот и великому сожалению начинал начинал вообще путин как бы неплохо до молодой энергичные ну давай мы скажем о том что ему повезло все палец и политологи говорят о том что везение с нефтяными ценами вот этот вот бум который пошел спровоцированный войной блин на ближнем востоке и на тот момент экономика китая стала расти как на дрожжах и ну то что было у черномырдина у бориса ельцин черномырдина 16 17 долларов за баррель у путина это было в среднем 110 то есть на россию обрушился золотой дождь и многие говорят что если бы путин ушел совсем в 2008 году как это и предполагалось он бы остался наверное самым успешным руководителем россии а почему тебя почему ты был очарован до восьмого года и разочарован после вас смотри скажу тебе такую вещь значит ему создали волкатолик скажите такую вещь значит ему создали ореол демократа с помощью того что он был ученик собчака значит собчак у многих и у меня в том числе в то время в то время я уточняю потому что это было 15 20 лет назад вызывал уважение большого был такой главный либерал и плюс разведчик ореол штирлица а вот это соединение тем более молодой скажем что после ленина путин был второй повоза это возра 47 лет до этого были практически все очень старые люди ну горбачёв был был молодой но горбачёв было пятьдесят там четыре года когда он был самый молодой и вот это все соединение вызывало во мне такой как бы интерес надежду плюс интересная манера общаться умение слушать и не говорить без бумажки да умеешь как он говорит вообще такие речи туда без единой бумажки человеке чувствовался определенный интеллект знание немецкого языка на фоне а бориса ельцина который тот рез был то не трезв был принимая иногда решение вообще непонятно какие и вот это его сомкнутые губы иногда и вот это это вызывало у людей у многих такое отторжение отторжения да тут такой когда вопрос да то есть вы считаете что восьмом году в 2008 году в 2008 году путин и будем так говорить его окружение до пошли на то чтобы законно я говорю об этом законно там не было ничего такого чтобы это было обойт обойдена значит конституция россии на обман российского общества я не буду россии когда ты говоришь про рокировку и рождена потому что когда к власти пришел медведев россияне в принципе это оценили положительно потому что интеллигентный молодой такой доцент пришел власти и как говорится начал какие-то законы выпускать определенная биро либерального толка да и тут 2012 году все поняли за один момент просто за один момент когда все вернулось там же своих обманули то есть до 2012 года те кто особо политикой не увлекались те кто смотрели они даже считали что путин во главе правительства это тоже неплохо то есть человек знает страну на и умеет управлять и может это не очень опытному медведеву как-то поможет но никто даже не догадывался что это было заранее заранее договорено что ты считал что никто не считаешь что никто не догадывался будем так говорить я я в процентном отношении скажу да в процентном отношении я считаю что 75 процентов условно говоря 75 процентов российского населения я не говорю о политическом истеблишменте ягу о населении просто людо о людях да они не догадывались об этом да и поэтому у многих даже в москве вот эта рокировочка если мы помним на джах большие волнение протест москве потому что люди почувствовали себя обманутыми вот а естественно и стать ближайший стеблишмент ближайшее окружение путина знала что происходит вот смотри а в недавнешнем интервью людмила нарусова сенатор жена собчака вдова его она когда у нее напрямую задали вопрос тот ли это владимир владимирович которого вы знали она говорит нет это другой человек он забран завел власть не каждый может пройти испытания властью и в принципе и в принципе это видно это видно то есть он превратился во первых он превратился в целях это тоже понятно по русской традиции по манере управления он не как если вы обратите внимание дорогие радиослушатели он не критикуем вот его никто нигде никогда не критикуют кроме кроме какой-то оппозиция кроме маленькой оппозиции навального которому дают иногда сказать но народ народ его не критикуют вы нигде в газетах не смотри а если посмотреть блогеров да я хочу напомнить то сейчас стали появляться такие раньше было это такое похвальба была определенная определенного то сейчас находится блогеры которые вот его назвали сказочным я не буду говорить следующее слово потому что прямом эфире я его произносить не буду но все кто захотят сказочница да но там слово другое все кто захотят наберите просто путин сказочный вам сразу выскочит значит другое слово кто в прямом эфире естественно я произносить не могу и сейчас вот новое уже выражение дедушка в батискафе так как путин решил как говорится это вообще не очень интересная вещь а когда в москве проходят такие большие мы протестные тесты и это было видно что довольно серьезные и большие он в это время в батискафе значит опускается в заливе вот как сказал журналист не зонов непонятно что он там искал но и всем было бы очень интересно что он там увидел кого он там увидел и что он там увидел но это такой пропагандистских вот видимо которые ему советуют его как ближайшее окружение мидж мейкер имидж мейкер давай скажем о том что он действительно всегда в хорошей форме он из себя показывает такого мачо любит по пояс быть раздетым показывает сейчас и ему всегда делали образ такого русского русского богатыря богатыря да правда ростом он не вышел но надо должны он очень работоспособный и толковый человек вообще школа школа кгб и первое разведывательское управление не выпускала глупых людей но это надо признать там хорошо готовили он хорошо запоминает цифры он хорошо ориентируется и звонок гендовая придано добрый день отношения к путина очень много мнений но по-моему все они неугадываемые почему потому что допустим об отношении денег путина никто ничего не нашел на то же время велончелист имеет на своем счету два миллиарда долларов и путин оправдывает его народный артист когда по тому подобное то есть все что-то без белом нету но в то же время он рассчитался за царские долги и в отношении всех этих выходов оппозиции тоже я не согласен со многими потому что по радио по телевидению по всем возможным источникам информации включая интернет было объявлено что это неразрешенные митинги одновременно была дана альтернативная площадка для того чтобы можно было делать а именно площадь сахарова я прошу вас у меня к вам быстрый вопрос вы считаете что митинг должен быть обязательно разрешен да да я вас слушаю внимательно да да вы считаете что митинг обязательно должен быть разрешенным то есть должны разрешить что говорить какое количество людей должно быть тогда это будет митинг правильно ошибаетесь ошибаетесь и глубоко ошибаетесь никто не спрашивает о повестке дня спрашивает о количестве людей и спрашивает о том где вы будете если кто-то подстрекает выходить на запрещенные митинги то они по моему мнению на течение самый поп-капон который 5 января 95 года вывели людей под пули солдат хорошо как вы оцениваете правление путина вот эти двадцать лет давление что правление правление путина вы оцениваете как вы его президентство оцениваете за последних 20 лет да нам бы его президенты цены не было потому что именно он говоря что-то он в основном держит слово без хитрость но сказал мочить в сортире а потом все не поддерживая его слова делали это спасибо спасибо а перед тем как мы уйдем на рекламу я хочу два слова сказать по поводу того что вот наш родился к сожалению не представился сказать вы знаете лично для меня самое ценное что является эта жизнь человеческая когда спецназ штурмовал норд-ост да то погибло больше заложников там и дети погибли чем погибло тех террористов которые там находились для меня гибель подлодки курск это большая трагедия когда у путина спросили что случилось с лодкой он сказал она утонула причем с такой издевочкой это второе пробеслан я говорить тоже не буду и не буду вспоминать о том что в какое количество людей это если вы посчитаете если вы просто возьмете спокойно посчитаете сколько при путине погибло какое количество людей погибло просто так просто так то вы поймете что путин своим правлением довел россию до ручки плюс хочу еще больше вам сказать олимпиада которая провела в сочи сделала взрыв понимаете спортивном мире совершен атомный взрыв потому что то количество допинга и на каком государственном уровне она была не было ни в одном государстве ни в одном никогда я россия в этом очень капитально отличилась и последнее то что происходит в россии последние даже два месяца о том как затоплены районы просто затоплены районы а эти чиновники они все подчиняются пул путину два преимуще звонок и уйдем на рекламу мы вас слушаем добрый день пожалуйста да 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 мы вас слушаем здравствуйте я добавить по поводу значит текущего то о чем вы сейчас что обсуждаете путина конечно есть определенные черты которые рассказывают возможностям управлять государством свойства и характера и воспитание прочего и обучение вместе с тем если вы помните взрывы организованные москве болгодонске и других городах перед тем как началась чеченская война это что это доска будет уже цинизм чистой воды да это правильно немножко теме тот понимает откуда ноги растут а теперь кадыров лучший защитник понимаете после всего этого такие чем говорить подмены понятий ваш ваше отношение плюс или минус президентство путин а ваша ваша к плюс или минус ваше отношение к 20 годам правления путина больше больше минусов но вместе с тем понимаете надо жить там и тогда понимать лучше чем отсюда спасибо мы уходим на рекламу большое спасибо мы возвращаемся в программу политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер сегодня мы говорим о 20 лет без права переписка для без права переписки для россии 20-летие правления владимира путина вот эти вот 20 лет нельзя обойти без двух войн до 1 война с грузией а вторая война с украины хотя российские власти и отвергают такую как бы концепцию но война есть война и российские войска забрали себе полуостров крым называет каким-то непонятным референдумом референдумом но там были зеленые человечество если голове приставить пистолет и попросить проголосовать естественно человек проголоса проголосует так как нужно тому кто представил этот пистолет помнишь раневскую да да девочка что ты хочешь поехать на дачу лишь на тебе оторвали голову на двор типа спасибо это очень даже примерно вот и естественно это очень и очень печально как вас зовут представляйте пожалуйста мы вас слушаем добрый в отношении голосования в крыму у меня жила и живет и час жена моего друга она мне рассказывал никакого принуждения к голове никто ничего не прикладывал наоборот все везло если спрашивали что где находится показывали но никто никаких принуждений не было в отношении погибшего курска вы меня извините любые военнослужащие выбрав эту профессию должны понимать риск большой риск их жизни у нас в америке сколько падала самолетов с военнослужащими и погибло никто не считает а сколько мирных жителей гибнет в перестрелках в америке никто не считал как это было сделано я вас прошу ну то как это было сделано бездарно погибли от собственного газа ничего не приняло бы и все заложники погибли бы что было бы лучше я вам объясню есть умная власть да а есть безголовая власть если в норд-гости погибает практически все заложники но как я к этой власти должен относиться скажите мне пожалуйста это называется спасение или убийством ну но вы действительно даете нет я даю конечно погибнуть пока как потому что когда вы знаете я вам скажу я понял я вам назову пример один да если у вас память хорошая была такая операция называлась энтебо знаете такую операцию до изгода не спасает реку не надо меня не надо меня перебивать когда израильтяне спасают своих людей заложников они спасли всех своих заложников погиб единственный человек командир этого отряда натаньяху старший брат нынешнего премьер-министра вот это называется отношение к своим людям понимаете умная проделанная операция спасает людей а когда безголовая операция с норд-гостом когда погибают практически все то что происходит в бесслане и вы считаете это нормально во первых президент несет по полную ответственность за то что происходит в стране это не просто управление он несет ответственность за то что в эти 20 лет было в россии когда заложники когда заложников пытаются спасти это подшим закончить тему заложники рассчитывают на государство что они останутся в живых понимаете рассчитываю не то что их уничтожит собственное государство а рассчитывают вот и все если вам человеческая жизнь безразлично то для меня человеческая жизнь я уже это говорил и повторяю имеет огромное значение а если вы внимательно почитаете то что при путине происходило и посчитайте сколько людей погибло ни в чем не повинных мирных граждан то может быть вы тогда со мной в чем-то согласитесь спасибо мы вас слушаем добрый день мы вас слушаем говорите пожалуйста я хочу сказать что в россии народ всегда был люди всегда были расходным материалом пойти как граммам как были рабы так и остались вся беда в том что к сожалению как говорит народу он устраивает больше половины таскать население он устраивает вот в этом и трагедия ну то есть а путин отождествляет свой народ то есть по принципу какой народ такой позитив таскать знает за какие надо тянуть нигде дергать спасибо спасибо говорите пожалуй день но с каким цинизмом каким с каким безразличием с каким была реакция президента как он отнесся к этим в домом несчастным знаете после курска после висклана он мой просто личный враг и вот эти люди которые находят оправдание я поражаю у меня просто нет спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день здравствуйте здравствуйте меня зовут ирахмел очень приятно да вы знаете что гиббисты они всегда остаются гиббистами даже если он пришел там вы говорили он был демократом никогда не не были какая-то мод единица там были еще хорошие то первое второе то что вот человек сейчас сказал что курска это сама выбирать профессию стоя рядовой матрос будет выбирать профессию и путин уехал когда отдыхать как-то погиб курск и иностранное государство говорит давайте мы поможем все такое и они сказали нет не надо спасибо спасибо за ваше мнение дальше а давай мы все-таки скажем что путин это и есть отражение русского народа они его ценят уважают если я думаю что если сегодня спросили у десяти респондентов о том нравится вам путин или нет то я думаю 8 человек 7 8 человек сказали бы да кстати если ты помнишь а счет при слепом голосование и при слепом недавно было значит общественная значит по моему фом фом или левада проводил опрос и с тем можно ли оставить путина после двадцать четвертого года 38 процентов сказали нет мы не хотим но 54 то сказали что мы за понимаешь я понимаю знаю что я понимаю что когда умер сталин люди плакали ты знаешь я я хочу вашу беседу я верю к тому что вот отношение народа своим вождем вот в чем если почитать русскую классику да и в первую очередь взять гоголя и его самое великое произведение мертвые души то там очень хорошо написано по поводу отношения к барину то есть вот пока барин есть пока барин есть она как бы все нормально а вот барина нету и все ломается да то есть россии всегда должен быть вот такой барин царь я не знаю как назвать на сегодняшний день это называется президентством тогда путин был прав когда у него спросили собирается ли он когда-нибудь сдавать борозды правление и он ответил что только тогда когда найдется человек который сможет управлять этой страны но он он раб на галерах дело в том что никто не спорит он наверное прав потому что потому что как говорит барин нужен нужен барин но хотел бы чтобы этот барин был будем такой ценил а в какой-то степени человеческую жизнь а нынешний барин пришел к тому что его на ему будем так говорить условно говоря до лампочки потому что когда идут протестные а вот эти вот вместо того чтобы выйти к людям и с ними просто пообщаться узнать почему же такой протест почему же такое это он значит с этими ночными волками и этим доктор помогали когда-то доктор доктор байкер байкер но хирург 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 а да он с ними значит встречается то есть ему абсолютно все равно что вообще происходит ну смотри он он опять же он видит себя миссией значит об этом говорят все увидите миссии он хочет восстановить советский союз его выражение значит да да развал советского союза это главное геополитическая трагедия 20 века вот он хочет восстановить и он это этим все делает поэтому война в украине война с грузией шантаж белоруссии это то же самое все мы вас слушаем добрый день добрый день еще раз еще раз того что его не было в то время когда все эти стачки и выступление оппозиции как выглядит чтобы он вышел навстречу людям то вы знаете что такое правило светофора на красный свет нельзя переходить улицу только на зеленый те кто подстрекают вас переходить на красный свет аргументируя это тем что есть свобода передвижения работа собраний и так далее как называют а как насчет желтого цвета хорошо как насчет желтого цвета внимание внимание желтый цвет у них был по радио по телевидению желтый цвет у них было объявлено о том чтобы люди не выходили на митинги запрещенные и также обращались к другим людям простым людям пожалуйста не заходите вот я вас я вас я вас услышал вы знаете я не хочу вас обижать и обижать не буду скажу одну простую вещь вот это понятие совковости до понятия страха понятия не сказать что-то против начальства она к сожалению видимо с этим рождаются не все большинство в себе это перья как говорится переварила да но видимо в вашем случае это осталось надо у начальства спросить когда выйти надо начать спросить как посмотреть на небо надо начать и постоянно начать там нужно контактировать понимаете контактировать и спрашивать разрешение по любому поводу сходить в туалет или не сходить вы знаете когда я слышу я слышу я быстро закончу мы примем звонок когда я слышу на Когда Путин встречается с народом И женщина звонит и говорит А вы знаете, мне в доме не поставили туалет Как бы этот вопрос решить Это человек, значит, президентом страны Решает, поставит у него унитаз дома Или не поставит Вот это Россия сегодня Но это ручное управление Мы вас слушаем Добрый день Вы, к сожалению, опять говорите Потому что им была предоставлена Альтернативная площадка Где их бы никто не трогал Ну, серьезно, ну, вы знаете Послушайте, я, 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 конечно, люблю сказки на ночь Почему они не воспользовались Вы меня, извините, но сказки на ночь Я люблю слушать, но уже не в том возрасте Пожалуйста, не в том возрасте Хорошо, давай мы будем все-таки говорить О результатах 20-летнего правления Потому что есть много частностей Которых кому-то нравится, кому-то не нравится Значит, как выглядит сегодня Россия Давай мы, вот у нас осталось не так много времени И мы скажем Есть звонки, давай мы приведем звонки Давай Говорите, пожалуйста А что, в Америке Когда разрешают Выходят люди на митинги Выходят, когда хотят Я не поняла его Честное слово Нет, ну, я уже объяснил свои позиции По поводу звонившего Его многие не понимают Значит, разрешение Разрешение Да, там, а что здесь принимают Люди шли безоруживо И их били Девушка били По животу Дубинками Это как называется? Это называется То, что в России нормально Это нормально Понимаете, в России Спасибо Звонков пока нету Значит, давай мы все-таки будем Скоро ее завершать И будем Не звонок Ну, хорошо Не дают нам закончить Давай, мы вас слушаем Добрый день Да, в Америке тоже требуется разрешение Уведомительное Мы были в мэрии Чикаго И чикагская полиция подходила За руки За ноги Мы вас услышали Спасибо Спасибо Мы сегодня у нас другая тема Говорите, пожалуйста Здравствуйте Я хотела бы спросить Вот ваше мнение В интернете очень много А сейчас Ну, не сейчас Это давно уже появились видео О том, что Россия правит не Путин А двойник А как вы считаете это Спасибо Спасибо за вопрос Значит, я считаю, что Россия правит тот же человек Тот же Путин Просто это Это другой человек Его власть Его власть просто изменила А может и не изменила Может он был изначально Тем, кого люди хотели видеть А сейчас он такой, как он всегда был Я просто скажу На звонки есть еще, Толь, или нету? Пока Есть звонок, хорошо Я потом отвлечу Мы вас слушаем Добрый день Той женщине, которая не смотрит явно Американское телевидение Здесь не только спрашивают Как бы разрешение и уведомление Но здесь еще и в печати По телевизору всегда объявляют И говорят То-то и то-то такой-то марш будет проходить Вот Несколько дней назад В Портленде выступали Антипа И радикальные Консерваторы Ну, радикальные Консерваторы и Антипа И тут все прошло мирно И все это было Спасибо Спасибо У нас тема немножко другая Есть звонки? Пока нету, да? Значит, по поводу того Тот ли Путин или не тот Путин Я считаю, что чисто внешне Да? Чисто, как говорится С точки зрения человека Это тот Путин Вопрос заключается в том Что за 20 лет его правления Он деформировался Его окружение Его значимость Он почувствовал свою значимость В этой стране Я имею в виду Россию Поэтому, естественно Это тот же человек Только у него взгляд На все Как, допустим У Иисуса Христа Понимаете? Вот это Как Гена говорил Это его такая Мессианское Такое отношение к России Я пришел дать вам волю Да? Или я там Пришел вам дать Я пришел вам дать Крым Да, Крым И возвратить Советский Союз Мы вас, как говорится Поднимаем Вы должны почувствовать После распада СССР Вы должны почувствовать Свою значимость Поэтому Возвращение Гимна Советского Союза Правда Сергей Михалков Написал Все тот же Сергей Михалков Написал уже Значит, другие Стихи Возвращение Очень многих Вещей То, что напоминало Советский Союз Я думаю, что Это и не нужно было возвращать Потому что Большинство Российского народа По менталитету По менталитету Остался В том же Советском Союзе Или в той же России Которая там Я не знаю Восемнадцатый век Восемнадцатый Век Восемнадцатый Век Давай мы скажем В общем Что Россия К сожалению Не пошла вперед То, на что Многие Надеялись Думая, что Прогрессивный Политик Владимир Путин Сможет ее Толкнуть вперед Он встречался И со многими Лидерами Мировой Мировой политики И даже Наш бывший Президент Буш Увидел у него Что-то очень Ценное в глазах Но Путин Как и Ген Согласись Ген Я извиняюсь Я тебя перебиваю У международного Политического Эстаблишмента Была на него Большая надежда Да Мистер Путин Да И надо отметить Что он был Практически первым Человеком Кто 11 сентября Позвонил И поддержал Буша младшего Президента США На тот период Да То есть Это был поступок Тоже Политического Лидера Но в 2007 году В Мюнхене Он выступил И дал понять Что Россия Набирает силу Нефтедоллары Сделали Своё дело И человек Стал тем Кем он Наверное Хотел быть А может быть Из него Сделали такого История Конечно Еще даст Оценку Владимиру Путину Второму И четвертому Президенту России А мы Будем Последить За тем Что дальше Будет происходить Я хочу Сказать Что Жалко Когда Политический Лидер На которого Возлагались Большие Надежды Превращается В цирка Такого Местного Который Теряет Связь Со своим Народом Которому Уже Все равно Что о нем Думает Народ Потому что Он уже В книге Истории Значит Записан Так как Все таки Украл Крым 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 Вернулся В гавань Как они Говорят Вот И Он мог Быть Великим А Стал Вот таким Мелким Мелким Простым И на сегодняшний Никому Никому В мире Не Интересным Политиком Так как Его Перестали Приглашать В различные Международные Институты Институты Организации Потому что На сегодняшний день Россия С ее Геополитикой И внутренней Политикой Никому Не интересна Единственное Что конечно Мы За ней Следим Не хотелось бы Чтобы была Война А к этому Может все Привести Мы помним Историю И Германию Тридцатых Годов Большое всем Спасибо За участие В передаче Не забывайте Ставить лайки Выходите На ютуб И смотрите нас Пишите свое мнение Были всегда Рады с вами Общаться До следующего Рады Благополучия Всем